Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Лекцию Хасана. Если даже прямо сейчас не будете смотреть, просьба, просто запустите ее во вкладке браузера и пускай она идет до конца, потому что за счет этого YouTube будет ее лучше распространять по рекомендациям среди зрителей и больше человек получит пользу от этой лекции. С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему Господу миров, мир и благословение его пророку, его семье и сподвижникам. Дорогие и уважаемые братья и сестры, саляму алейкум у рахматуллахи ва баракату. Сегодня лекция о том, как Аллах любит, чтобы мы обращались к Нему. Есть ряд вещей, которых, если мы будем придерживаться, Аллаху будут особенно любы, наши мольбы к Нему. Да, когда мы делаем дуа, мы хотим что-то поучить от Аллаха, но мы должны понимать, что Аллах, в отличие от нас, обладает абсолютным знанием. Он знает, что лучше для нас, а что нам повредит. Часто мы у Аллаха просим что-то и даже не знаем, добром это для нас обернется в будущем или злом. Вот я лично часто не получал то, что просил у Аллаха. Досадно, конечно. Ты же хочешь получить и не получаешь. Думаешь, ну почему Аллах не дает? Но я же так хочу, чтобы это случилось. Так усердно просил Аллаха. Каждый день. При этом делал все, что от меня зависело. Но несмотря на все это, так я и не получал то, чего хотел. Много таких моментов было. А года через четыре, может через пять, я вдруг понимал, почему Всевышний Аллах мне этого не дал. Через четыре-пять лет. Иной раз годы должны пройти, прежде чем ты поймешь причину. Но проходило время, и я думал, причисто Аллах, если б я в тот раз это получил, мне бы это на пользу не пошло. Но когда я это у Аллаха просил, я этого не знал. Доверься Аллаху, Он знает, что лучше для тебя. Ты можешь читать дуа и просить Аллаха о том, чтобы Он дал тебе какую-то работу, или женил тебя на какой-то девушке. Но Аллах знает твое будущее. А может так выйти, что в будущем тебе это злом обернется? А ведь Аллах тебе благо желает. И не дает тебе то, что ты просишь, чтобы тебе это не навредило. Часто ко мне в мечети подходят, говорят, «Шейх, прочитайте за меня дуа, чтоб я эту работу получил». Я говорю, «Погодите, вам лучше у Аллаха просить с такой оговоркой, О Аллах, если эта работа будет благом для меня, то дай мне эту работу. Но если другая работа будет лучше, дай мне ее». Вообще все дуа лучше именно вот так делать. Дескать, «О Аллах, я хочу эту работу, но ты лучше знаешь, что для меня благо». Вот посмотрите на мольбы посланника Аллаха. Что говорил пророк, мир ему и благословение Аллаха. «О Аллах, поистине я прошу тебя даровать мне благо». «Будь оно близко или далеко от меня». То есть сейчас или в будущем. «Будь то благо, о котором я знаю или не знаю». Пречисто Аллах, вот эта часть мольбы учит нас, что благо ведь может быть и не очевидным. Какое-то благо мы видим и желаем его. А какое-то благо не видим, ведь наш разум ограничен. Пророк учил говорить, «О Аллах, даруй мне благо, о котором я знаю или не знаю». В мире столько скрытого блага. Я его не знаю, поэтому не прошу о нем. Но оно есть. И как мне узнать об этом? А я доверяюсь Всевышнему Аллаху. То есть, «О Аллах, ты знаешь и явное, и скрытое. Дай же мне не только явное благо, но и скрытое, о котором я даже не подозреваю». И то же самое насчет зла. Пророк учил говорить, «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от всякого зла, от всего дурного, от любых видов зла. Близко ли оно ко мне? Или же далеко от меня?» Знаю ли я об этом зле или не знаю? Опять же, смотрите, какой всеобъемлющей молитве учил нас пророк. Бывает, мы видим зло, хотим уберечься от него. Просим, «О Аллах, защити нас от этого». Но есть вещи, о которых мы не знаем. И их тоже надо включать в наши мольбы. От них тоже нужно просить защиты у Аллаха. Вообще, лучшие мольбы, с которыми можно взывать к Аллаху, это именно те, которым учил нас его посланник. Много книг, в которых собраны молитвы пророка, мир ему и благословение Аллаха. Хотя не во всех книгах хадисы достоверные. Но и достоверных тоже много. Прекрасные молитвы. Но даже если хадис недостоверный, и в нем содержится какая-то мольба, которая ни в чем не противоречит исламу, ни Корану, ни Сунни, эту молитву тоже можно читать. Может быть, ее сказал какой-то праведный предшественник, смысл-то в ней хороший. Вообще, Аллах всемогущен и велик. Не ограничил нас мольбами, посланника Аллаха. Мы можем просить Аллаха своими словами. Хотя, конечно, лучшие дуа, это именно те, которым нас научил посланник Аллаха. Так что, если будете просить Аллаха, как он просил, это будет самый лучший вариант. И помимо самих молитв, пророк научил нас этике мольбы. То есть, как наилучшим образом обратиться к Аллаху с просьбами. Скажем, этикет дуа. Первонаперво, все наши молитвы Аллаху должны быть полны убежденности. У нас должен быть иман, вера и якин. Убежденность в том, что Аллах примет наши молитвы. Понятно, что Аллах по своей мудрости и желая нам блага, может не дать нам то, о чем мы его просим. Но все равно нужно надеяться, что Аллах даст. Чтобы не было уныния, чувства безнадеги, верьте, что Аллах даст. Что Аллах исполнит твое желание. Это важно. Пророк учил нас. Просите Аллаха тогда, когда вы убеждены, что Аллах ответит вам. Это то, что должно предшествовать нашей мольбе. Также посланник Аллаха учил нас, чтобы мы читали дуа осознанно. Осознавали, что мы говорим. Если читаем на арабском, нужно смысл знать. И в момент произнесения выученной молитвы нужно осознавать смысл каждого слова. Пророк сказал, Аллах не примет мольбу от беспечного сердца. Дуа или мольба, это акт поклонения. И Аллах любит, когда мы просим его о чем-то. Когда вы просите то, чего сильно хотите, у вас, конечно же, будет осознанность. Но если вы читаете какие-то дуа, не потому, что вы прям сильно хотите этого, а просто потому, что так положено, по сунни, то нужно прилагать усилия, чтобы просить у Аллаха осознанно, смиренно. Осознавайте, что Аллах слышит вас. В этот самый момент, когда вы дуа читаете, Аллах всемогущен и велик. Любит, когда мы просим у Него что-то. Потому что во время мольбы мы проявляем смирение перед Аллахом. Признаем свою слабость, свою нуждаемость. Находимся в подчиненном положении. Чем смиреннее ты будешь во время твоей мольбы к Аллаху, тем больше шансов, что Аллах даст тебе это. Перед мольбой попроси Аллаха не спасать благословения на его пророка Мухаммада. Это тоже часть этикета. Есть хадис, в котором говорится, что Аллах принимает дуа между двумя саляватами. То есть, когда ты попросил Аллаха не спасать благословения и благословить пророка Мухаммада, проси у Аллаха, что хочешь. А после этого снова попроси Аллаха благословить пророка и не спасать ему благословения. И вот между этими двумя саляватами Аллах принимает твою мольбу. Это тоже из этикета дуа. Из этикета мольбы Аллаху. Перед мольбой будет очень хорошо восхвалить Аллаха. Опять же, что происходит, когда мы Аллаха восхваляем? Мы входим в состояние смирения и признаем бесконечную возвышенность Всевышнего Аллаха. То есть, себя мы принижаем, а Аллаха возвышаем. Осознаем, признаем, что Аллах величайший, что Аллах превыше всего. И это увеличивает шансы того, что Аллах ответит на твою мольбу. Это вот когда письма же отправляют королю, королеве, оформляют их подобающим образом. То есть, особый подход в таком письме. Конверт будет какой-то красивый. То есть, еще даже не дойдя до самого письма, потому как оно оформлено, уже будет видно отношение отправителя к получателю. Ни в коем случае нельзя сравнивать Аллаха с человеком. Но сам принцип. Какой-нибудь подарок может к письму прилагаться. Оно может быть написано на очень дорогой бумаге. Ну и письмо, если королеве пишешь. Ты же к ней не обратишься так, типа, «Здрасте, мне, короче, вот это, вот это нужно. Дайте мне это». Конечно, сначала ты выразишь уважение. Так это люди. А ведь Аллах, причистый, Он бесконечно далек от своих творений. К Нему-то тем более, обращение нужно особое. Так вот, посланник Аллаха научил нас многим молитвам, в которых мы восхваляем Аллаха. Пророк учил нас перед мольбой сначала восхвалить Аллаха. Причем мы, в любом случае, при всем желании, физически не сможем восхвалить Аллаха так, как Он того заслуживает. Но мы все равно должны восхвалять Его. Насколько уж сможем. Это я пока говорю про начало дуа. Нужно быть убежденным, что Аллах ответит тебе. Когда просишь, верь в то, что Аллах даст тебе то, что ты просишь. Кроме этого, когда просишь, осознавай все, что говоришь. Восхваляй Аллаха. Проси Аллаха не спослать благословения на Его любимого пророка Мухаммада. Аллаха восхвалять можно как хочешь, как чувствуешь. Например, «О, Аллах, ты такой прекрасный, такой милосердный. Аль-хамду-ли-лях, ты создал небо, землю. Разговаривай с Аллахом». Вот примерно эти вещи посланник Аллаха и говорил. «Тебе не обязательно выучивать это на арабском. Можешь говорить на своем языке. Я даже вам вот так скажу. Если вы обращаетесь к Аллаху по-арабски, ну, например, вы учили дуа. «Господь наш, даруй нам все самое лучшее в этом мире и все самое лучшее в вечной жизни. И защити нас от мучений в огне». Хорошо, если читаете. Но в то же самое время очень эффективна будет такая молитва, которая идет от сердца. Вот как чувствуешь. Вот помню учитель мой, «Мауляна фадл рахим». Пусть Аллах благословит его и дарует ему наивысшую степень в раю. Он сказал, что люди зачастую как делают? Когда они совершают хадж или омру, то есть паломничество к Кабе, в Мекку. Они, делая обрядовый обход вокруг Кабы, говорят следующее. «Мой учитель слышал это. Открывают книгу и читают молитву оттуда». И он говорит, «Это очень хорошо. Но, говорит, намного лучше было бы, если бы они по-своему пообщались с Аллахом». Это намного более эффективно. Потому что в этом случае степень вовлеченности человека в молитву намного выше, чем в случае, когда он читает из книги. Больше шансов, что Всевышний Аллах примет вашу дуа и даст вам то, что вы хотите. Сейчас вот Рамадан, Аллах принимает молитвы. До Ифтара просите что-нибудь у Аллаха. До Ифтара – это такое время, когда Аллах хорошо принимает дуа. Аллах ждет, чтобы мы попросили у Него что-то. Бывает, люди говорят, «Я не знаю, что у Аллаха просить». Таким людям нужно по-другому посмотреть на ситуацию. Просто открой Аллаху душу. От всего сердца. Скажи ему что-нибудь. Что у тебя на душе? Там, глядишь, и настрой придет. Захочешь что-то попросить? Перед тем, как просить что-то у Аллаха, как нам следует восхвалять его? Да своими словами. Как чувствуешь? Скажи, «О Аллах, ты великий, прекрасный, я люблю тебя, ты столько всего для меня сделал и делаешь». Вот я обращаюсь к тем людям, которые говорят, что не знают, что просить у Аллаха. Люди говорят, «А что мне ему сказать? расскажи ему о своей жизни, о своих трудностях». Вот я, когда лекции даю в разных местах, спрашиваю зрителей, «Поднимите руки те, кто был в безвыходной ситуации, в экстренной, когда ты знал, что никто не сможет тебе помочь, кроме Всевышнего, Всемогущего Аллаха, когда ты был просто в тупике, когда некому было прийти к тебе на помощь, кроме Аллаха». Любая ситуация. Вот я сколько раз спрашивал, да, процентов 60-70 из присутствующих поднимали руки. Мол, да, было такое. Просил Аллаха в такие минуты. Я говорил, «Не опускайте руки, если Аллах дал вам выход из ситуации». И большинство людей не опускали руки. Большинство. Я бы даже сказал, практически никто не опускал руки. Бывает, Аллах ставит человека в такие условия для испытания. Так вот, вспоминайте эти моменты в жизни. Когда к Аллаху обращаетесь, говорите, «О, Аллах, хвала тебе, что ты в тот раз помог мне». Это усилит вашу веру, укрепит ваши отношения с Аллахом, приблизит вас к Аллаху. И благодарите Аллаха за все, что он вам давал и дает. «О, Аллах, благодарю тебя за то, что у меня глаза, которые видят». Даже если зрение у вас не важно, но все равно же глаза видят. «О, Аллах, хвала тебе за то, что я могу свободно дышать». Это не всем дано. «О, Аллах, я благодарю тебя за имущество, которое ты дал мне. Не у всех столько есть. «О, Аллах, благодарю тебя за то, что ты мне дал семью, за жену или за мужа, за детей, бабушку, дедушку, дядю, тетю, за всех родственников». И вот эта благодарность, которую вы высказываете Аллаху, она вас смиряет. Восхваляйте Аллаха так, как вам это нравится. Дальше что идет? Я опишу последовательность, которая поможет вам ничего не забыть из того, что вы хотели попросить у Аллаха. Прямо по порядку пойдете, по категориям. Думаю, вам понравится. Вы скажете, «Точно, так я и сделаю, когда в следующий раз дуа просить буду». Назову вам несколько пошаговых пунктов, и если будете дуа упорядочивать по ним, ваша молитва будет логически структурирована. Если обычно вы дуа делаете минуту-две, то теперь по этой схеме вы сможете делать очень длинные дуа. Что за схема? Когда вы восхвалили Всевышнего Аллаха, начинайте просить за себя. Начните с проблем. Проблемы есть абсолютно у всех. Не говорите мне, что у вас их нет. Чтобы ваша мольба стала еще более полной, насыщенной. Описывайте Аллаху ваши проблемы в подробностях. Он и так все это знает. Но это вам же нужно. Аллах любит, когда его рабы разговаривают с ним. Аллах описывает в Коране то, как Закария мир ему просил его. Господи, поистине мои кости ослабели, а голова моя уже посидела. А ведь раньше благодаря молитвам к тебе я не был несчастен, то есть ты принимал мои молитвы. Смотрите, как подробно он описывал свое положение. Он хотел сына. Долгое время молил Аллаха о сыне. И посмотрите, как он просил Аллаха. В подробностях описывал. Кости ослабели, голова посидела. Казалось бы, зачем все это говорить? Аллах же прекрасно знает, что у него с костями, что у него с сединой. Но Аллах любит, когда его рабы разговаривают с ним. Вот у тебя какая-то проблема. Будь то со здоровьем, или финансовые проблемы у тебя. Так не стесняйся, расскажи Аллаху об этом. Поговори с ним. Аллах любит это. Посмотрите, как посланник Нух, мир ему, молился Аллаху. В суре Нух, Аллах рассказывает о том, как посланник Нух обращался к Аллаху. Там больше половины суры про одну только мольбу Нуха. Нух подробно рассказывал Аллаху, как он призывал людей к исламу. Он говорил, Каждый раз, когда я призывал их, чтобы ты простил их, они укрывались одеждами, они затыкали пальцами уши, они упорствовали и надменно превозносились. Зачем Нух? Так подробно описывал это Аллаху. Аллах и так же знает обо всем этом. Но Аллах любит, когда мы разговариваем с Ним, как с близким другом, которому ты доверяешь, которому хочешь высказаться после тяжелого дня, как бы ты другу рассказывал, типа начальник мой сегодня, вот так-то так-то ко мне отнесся, в ватсапе тот-то написал, или по телефону сказал, вот так и вот так он сказал мне, а ведь посланник Нух мир ему, именно так с Аллахом и разговаривал в той мольбе. Почему? Потому что для нас нет никого ближе, чем Аллах. И вот ему ты можешь рассказать обо всем, что происходило у тебя на протяжении дня, обо всем, что тебя тревожит, в молитве, в дуа. Посланник Нух мир ему, говорил Аллаху о своем народе. Я призывал их и тайно, и открыто. Почитайте 71-ю суру Корана, суру Нух, там это дуа. После восхваления Аллаха всемогущен и велик, попросите Аллаха за себя в подробностях. Что вас тревожит, чего вы хотите, скажи О Аллах, пожалуйста, помоги мне в этом. Что мне делать? Ваши дуа растянутся. Сильно. Ну и хорошо, читайте, это же благо. Дальше. Просите Аллаха за своих родителей. В Коране Аллах учит нас, как молиться за родителей. Господь мой, помилуй их, ведь они растили меня ребенком. Итак, сначала попроси Аллаха за своих родителей, чтобы Аллах простил им и дал им всяких благ в этой жизни и в жизни вечной. Потом попроси за бабушку с дедушкой. После этого сделай дуа за своих предков, которых ты даже возможно и не знаешь. То есть переходи от частного к общему, а потом в обратную сторону. То есть читай дуа за свое потомство. За жену, за мужа. Если не женат или сестра ты не замужем, читайте дуа, чтобы Аллах дал прекрасного супруга или супругу и просите о детях. Аллах учит нас в Коране такой мольбе. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах. Это ведь может относиться и к будущим супругам. И в продолжении этой дуа Аллах говорит в Коране и в наших потомках. Когда просите Аллаха за детей, лучше говорить не дети, а потомство. У этого слова более широкое значение. Аллах в Коране использует слово зуррия потомство. Аллах не говорит ауляды, то есть дети. Термин потомство охватывает и детей, и детей, детей, и детей, их детей. То есть попросили Аллаха за поколение назад, потом за поколение вперед, потом попроси Всевышнего Аллаха за всю остальную свою родню, потом попроси Аллаха за друзей, знакомых, коллег, потом попросите Аллаха за жителей вашей местности, потом почитайте дуа за жителей страны, потом помолитесь Аллаху за всю мусульманскую общину. Когда будете молиться за всю умму, за всю мусульманскую общину, упомяните в частности отдельные регионы, мы же знаем в каких странах притесняют мусульман, попросите Аллаха, чтобы он избавил их от которых не знаете. То есть смотрите какая схема. Дуа за себя, за родителей, за их родителей, потом в общем за предков, потом за жену, за мужа, за детей, за потомство, потом дуа об остальных родственниках, за друзей, коллег, потом за свою область, потом за свою страну, потом за мусульманские страны. Но также не забывайте просить Аллаха за молился как за тех, у кого уже есть иман, вера, так и за тех, кто не на прямом пути, то есть не в исламе. Просите Аллаха за всех немусульман, кого знаете, начиная с соседей, за друзей, за коллег, чтобы Аллах повел их прямым путем, и чтобы они тоже познали сладость истины, ислама. Молитесь даже за тех, кто против ислама, чтобы Аллах повел их прямым путем. Также, конечно же, читайте дуа за вечную жизнь. Просите у Аллаха, чтобы ваша смерть была благой. Скажите «О, Аллах, сделай так, чтобы в момент смерти ко мне пришли ангелы в белых одеждах, а не в черных. Сделай так, чтобы я не мучился». Дальше насчет пребывания в могиле. Идем шаг за шагом. Попроси Аллаха о том, чтобы он защитил тебя от мучений в могиле. Дальше о судном дне. Проси Аллаха, чтобы он воскресил тебя в судный день рядом с пророком и ввел в тень трона. Проси, чтобы книга твоих деяний в судный день была дана тебе в правую руку, чтобы Аллах рассчитал тебя легким расчетом. Проси Аллаха защитить тебя от адского огня. Аллах в Коране подробно описывает мучения в аду. И ты от каждого из них в отдельности проси Аллаха тебя спасти. Это поможет тебе плакать перед Аллахом. А не можешь плакать? Пророк сказал, притворяйся, что плачешь. То есть попытайся ввести себя в это состояние. Это все посланник Аллаха говорил. Потом попроси о рае, о том, чего ты хочешь в раю. Проси у Аллаха его довольство. 12-10 зависит от того, насколько ты погрузился. Насколько подробно ты описываешь то, что просишь у Аллаха. Я сейчас хочу сделать дуа. Послушайте ее, пожалуйста. Я буду просить Аллаха всего минуту примерно. И в эту минуту я постараюсь уместить как можно больше. Поднимите руки. О Аллах, благослови нашего господина и нашего пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников. О Аллах, мы восхваляем тебя и благодарим. Хвала тебе, мы восхваляем тебя самыми лучшими восхвалениями, на которые только способен человек. Но мы знаем, О Аллах, что все равно мы не сможем тебя восхвалить так, как ты того заслуживаешь. Мы восхваляем тебя теми словами, которыми ты восхвалил сам себя в Коране. Этими прекрасными словами из Корана, ими же и мы тебя восхваляем. О Аллах, даруй мне, моей семье, бабушкам, дедушкам, моим предкам, потомкам и супруге, семье, коллегам, друзьям и немусульманам тоже. О Аллах, даруй нам всем все лучшее из того, что ты предписал нам иметь в этом мире. И дай нам все лучшее из того, что ты предписал нам иметь в вечной жизни. И защити нас от всякого зла, как в этом мире, так и в просим тебя, даруй нам благую смерть. И, о Аллах, в судный день воскреси нас вместе с пророками, и чтобы до судного дня наши души попали в обитель благих душ, в Иллийин. Воскреси нас вместе с пророками, и чтобы мы были рядом с ними, до тех пор, пока не войдем в джаннат, в рай. О Аллах, защити нас от всех тягот судного дня, да будет так Господь миров, да благословит Всевышний Аллах лучшее свое творение, пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников, да будет так, о милосерднейший из милосердных, да воздаст вам Аллах благом. Ассаляму алейкум варахматулллахи вабаракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Субтитры создавал DimaTorzok